Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня у нас 10 мая 2015 года, это очередной подкаст, который я уже не делал довольно давно. Да и в принципе я думал забить с этой схемой на подкасты, в принципе, как-то и рассказывать особо нечего. И плюс к этому всему не хочется этим заниматься. Я сейчас даже в последнее время редко нахожу время на то, что просто время, время, время. Видите, сколько этого проклятого салона в одном предложении. Редко нахожу время для того, чтобы записывать видяшки, но собственно они выходят периодически. Тема сегодняшнего подкаста в том, что на моем канале на данный момент пять сотен подписчиков. Я стараюсь выдержать паузу, потому что полтысячи людей, которые подписались на мой канал, это сумма. Это реально дохрена. Мне так кажется. 112 тысяч просмотров. Это тоже немаловажно на самом деле, но главное это люди, которые подписались на мои видео, которые смотрят, которые заходят на мой канал, чем-то интересуются, задают свои вопросы в комментариях, оставляют свои предложения. Это очень приятно, дорогие друзья, что все-таки я это делаю не зазря, пускай, если сравнивать с популярными людьми, то за два года деятельности канала они добились намного большего, в сотни, а то и в тысячи раз большего, чем я. Но, тем не менее, по-моему, пять сотен человек, это круто. Не знаю, у меня сейчас странное чувство. Такое, знаете, как будто я приобщился к чему-то большому. К чему-то большому и важному. Неописуемые эмоции, на самом деле, дорогие друзья. Не знаю, насколько я понятно передаю это скомканными словами, фразами. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы меня все-таки смотрите. Хотелось бы узнавать, на самом деле, что вам интересно, чтобы вы оставляли больше предложений или советов по поводу развития канала. Ибо все-таки канал существует благодаря тому, что вы его смотрите. Я делаю видео именно для этого, именно для вас, дорогие друзья. Мне очень приятно, что я могу продолжать заниматься этим. Потому что это приятное хобби, на самом деле. Я люблю играть и люблю комментировать, на самом-то деле. Но не всегда получается это сделать очень и очень круто, так как это делают популярные блогеры и летсплейщики, обзорщики и все остальные видеомейкеры. Но я стараюсь, дорогие друзья. И хочу еще раз поблагодарить вас за то, что вы все еще со мной, за то, что на моем канале уже такая круглая цифра довольно-таки. Ох, надеюсь, она вырастет. Надеюсь, она вырастет в разы. Надеюсь, у меня будет больше людей, с которыми я смогу пообщаться, которые будут смотреть и оценивать мои видео. Ну что ж, дорогие друзья, хотелось бы поделиться о том, чем я занимаюсь, собственно. Кроме того, что я играю в GTA V. Кроме того, что я посмотрел за последнее время несколько игр. Вот как две индюшки, например, Sunless Sea и Transistor. Я хотел себя попробовать в роли... Это даже не обзоры, это просто смотры инди-игр. И интересные проекты на самом-то деле. Вот, транзистор уже довольно старенькая, а Sunless Sea не так давно и вышла, в принципе. Плюс мы с вами посмотрели две новинки, даже три новинки. Ибо GTA V на ПК это тоже в какой-то мере новинка. Даже несмотря на то, что она уже была выпущена и на боксе, и на плойке. Но да, это не важно. Вернулись обзоры модов в Skyrim'у, и я думаю, следующей видяшкой будет по Redan'у что-то. Skyrim'е. Но пока, пока еще нет. Хотелось бы, знаете, сложить такой пак по поводу модов на Hardcore для Skyrim'а. Я уже посмотрел Frostfall, я уже посмотрел, как вы видите, последняя видяшка по Skyrim'у, это Deadly Dragons. Вот, когда-то, по-моему, первое видео про обзор модов у меня с модом Nightmare, но я тогда только начинал, в принципе, обозревать моды. Есть еще Redan'у, есть еще Requiem. Потом от создателя Redan'а есть еще один мод, я не помню, как он называется, но создатель... Как-то что-то там про перки. Что-то там про перки, короче. Создатель говорит, что он у него получился даже лучше, чем сам Redan'у. Поэтому стоит его оценить тоже. Не знаю, дорогие друзья, это вот, собственно, всего лишь мысли в моей голове, но надо все попробовать. Также посмотрел этот самый... Сейчас я вспомню, дай боже памяти. А, да, вот он, State of Decay Year One Survival Edition. Собственно, переиздание State of Decay, ничего там нового не добавили, просто это тот самый State of Decay с двумя дополнениями официальными, которые выходили. Я его скачал, я его начал смотреть, и он оказался настолько херово оптимизирован. То есть FPS-лог 60 к этому претензий нет. Но игра сама виснет, сама по себе. То есть персонаж зацеплялся постоянно за текстуры, залипали постоянно текстуры врагов. Ломалась как-то ихняя анимация, они зависали в воздухе. Кривейшим образом работала механика ударов, боевая система. То есть, может мне просто попался такой рыбак, но после того, как я поиграл минут 40 или 50, где-то в State of Decay, вот это вот переиздание, я просто удалил игру и сказал, ну его нафиг. Просто когда вышел первый State of Decay, там первые еще его апдейты, там реально, там исправляли баги, там исправляли вот эти вот залипания, зависания, палатки с FPS и все остальное. Но это в конце концов было исправлено. А вот в этом State of Decay, в первом же апдейте, это какой-то сраный лагодром, я не понимаю, дорогие друзья, вот этого вот, как можно издавать игру, которая не доработана. Может быть, может быть, мне попался такой рыбак. Но я говорю о том, что я видел. Собственно, еще из новинок посмотрел Wolfenstein The Old Blood, но его не будет на канале, лишь по той причине, что комп не потянет его на запись. Я уже пробовал, там дичайшее проседание FPS, поэтому, простите, дорогие друзья, Wolfenstein на канале не будет. Я от дополнения прошел, оно охеренное, просто возвращает реально к событиям того же Wolfenstein New Order. Но экраны загрузок, то есть даже не экраны загрузок, там эти электрические двери, плюс однообразие всего происходящего. Сюжет подкреплен скотчем, скотчем и немного жевательной резинкой. Но да ладно, это, собственно, самостоятельный приквел к истории New Order. Все происходит до событий именно New Order. Мы играем за Бласковица, все по-прежнему. А да, еще, мя, мя инструмент, труба, блядь. Господи, эта труба, это просто универсальный инструмент. Я не знаю, Бласковица, наверное, бы не выжил. Она используется и как средство для ломания стен, и как альпинистские, эти самые, ледорубы. И для уничтожения врагов. И оружие для стелса. То есть вместо ножей. Ну, там ножи тоже есть, но, блин, трубы это просто решают все. И для открывания решеток в этом, в вентиляции. Это, ребята, это просто универсальный инструмент. Всем нужно иметь трубу. На сдачу. На сдачу всем выдавайте трубы. Также мы посмотрели с вами на канале неплохой файтинг WWE от 2K 15-го года. Достойная игрушка, достойный файтинг по вселенной WWE. Мне понравилось. Собственно, сделана она хорошо. Кстати, вот эта проблема, которая была замечена в моем видео про Slow. Там было такое замедление во время броска. Она решена. Это, собственно, из-за динамического света. Выключаешь динамический свет и все проходит. Моментально. Так что замечательный файтинг. И еще хотелось бы сказать про Mortal Kombat X. Я не помню, он где-то... Где-то он вышел. А, да. Точно. Точно. 13-го апреля он вышел в России. Mortal Kombat X. Офигенная игрушка. Я уже в каком-то из видео упоминал про нее. Было весело. На самом деле. Поиграть в Mortal Kombat. Жалко только, что с МК-9 поубивали очень много героев. Мне вот, например, жалко было отсутствие Нуба Сайбота. Ну да ладно. Что же. Скорпион есть. Сабзирич есть. Ну и что. Ну ладно. Что поделаешь-то. Вот. Ну и, собственно, я думаю, игра года GTA V. Если не выйдет ничего... Ну, я имею ввиду в жанре RPG. Если не выйдет ничего похожего. Ну, то есть, не тоже похожего. Просто что-то RPG подобное. Такой же крутой начинки. То я сомневаюсь. Это плюс охеренный шутанчик. Если использовать камеру от первого лица. Просто нереальный охеренный шутанчик. Крутые гоночки. Крутые миссии. Охереннейший мультиплеер. Я, по-моему, даже еще до конца сюжетку не прошел. Собственно, на PS4 я прошел сюжетку. А вот на компе еще нет. Они, конечно, ничем не отличаются. Но, собственно, так меня затягивает, собственно, онлайн. Очень круто. Очень круто сделано. Серваки. Бывают по-разному. То есть, иногда есть такие сессии, где FPS падает до 10 и хоть ты тресни. А есть такие, что вот, например, ты создаешь свою сессию или до кого-то подключаешься. Наверное, это по регионам все-таки. Если до кого-то подключаешься, то бывает и нормально 30-60 FPS, а когда как. Вот когда я свою сессию создаю и там 2-3 человека, то все-таки 60 FPS лог. Ну, в принципе, 30 FPS играть очень даже неплохо. Как-то так, чтобы еще добавить. Сейчас у меня, собственно, на компьютере лежит несколько ММО и переиздание Dark Souls. Solar of the First Scene. Это совершенно другая игра. Собственно, вроде как они поменяли всего лишь... Добавили, по-моему, ну, все вот эти вот дополнения, 3 штуки, из... Господи, как это? Iron King. Что-то там такое было. Вот эти вот 3 дополнения про короля. И, собственно, все, да? Ну, при этом еще были поменены почти все места спауна врагов. То есть поменяли места, где стоят враги в игре. Вроде ничего такого, собственно, глобального не внесли, но игра поменялась кардинально. То есть, раньше, когда вы играли в Dark Souls 2, вы знали, где стоит каждый враг. На локации вы знали, где что, сколько их, где какой лут найти и много прочего. Собственно, теперь же вы не знаете ничего. Вы заходите в эту игру по-новому. Собственно, вы помните, как состоят локации, но вы не знаете, где вас ждет какая-то западляна. Также ловушки были поменены. Из ММО у меня сейчас лежит БНС-ка, русский сервер. Потом лежит Skyforge от компании Mail.ru. Вот, я на него, по-моему, обзор делал не так давно. И, собственно, кстати, в Skyforge небольшое обновление вышло по поводу противостояний. И что же еще? А, и Marvel Heroes, собственно. Кто-то, не помню, написал мне в комментариях, чтобы я посмотрел Marvel Heroes. Может быть, вскоре я таки сделаю это видео. Игрушка интересная, но слишком уж много там доната. Она, условно, бесплатна, как вы можете знать, для тех, кто играл, игра про героев вселенной Marvel, то есть комиксовой вселенной. И это Avengers, то есть Мстители и все остальные. Игрушка сделано в стиле линейки, то есть мыши управляете вашим персонажем. Скилл бары, там кнопки от 1 до 0. Вы можете их расставить как угодно, но там стандартное расположение кнопок довольно забавное. Все скиллы на WASD, RG, X там. То есть забавно. Плюс вы можете, особенностью является то, что в первой версии вам можно... У вас было только 4 героя. Теперь у вас героев на выбор, по-моему, 8. Еще одна особенность была добавлена в том, что вы можете выбрать из них одного. Ну, то есть, чтобы качать. Допустим, вы выбрали при старте того же Тора или Железного Человека. Докачиваете его до 10-го левела и понимаете, что он вам нравится. Вы можете применить на него развитие, которое у вас есть одно на аккаунте. Следующее придется докупить, соответственно. И перенести его за 10-й уровень. То есть дальше уже качать его до 60-го. В стандартном баре вам дается... Я не помню сколько. Там 10, по-моему, или 8 героев. Но различия кардинальные. Собственно, такие герои, как Железный Человек, как Халк, как Тор, как этот Черная Пантера, как этот Лучник, Соколиный Глаз. То есть, есть из чего выбрать, на самом деле. Каратель там же. Вы можете каждого проверить до 10-го уровня. И перед тем, как кого-то развивать, собственно, выбрать просто вам любимого. И без этого, ну, собственно, без доната играть. Если вы же захотите иметь несколько героев, которые вы можете в любой момент, собственно, помимо боя, вы можете поменять героя в менюшке. Даже не надо выходить в меню выбора персонажа. Просто прямо посреди игрового процесса. Но, собственно, кач идет легко и весело. Плюс, это же вселенная Марвел. Она сделана в такой комиксовой стилистике. Камера с высоты птичьего полета. И спецэффекты довольно забавные. Я не имею в виду, там, допустим, ту же Черную Пантеру. Но Тони Старк сделан круто. Плюс различное количество костюмчиков, крафта и всего-всего остального. Игрушка далеко не тянет на лавры лучше ММО. Простите, пожалуйста. Но она займет, я чувствую, свою нишу вполне себе спокойно. Там есть люди, там есть данжи. Я не знаю, есть ли там ПВП. Еще не дошел по ходу. Я там апнулся, по-моему, только до 25-го левела. Собственно, огромное количество шмотов, которые можно снаряжать ваших героев. Так, костюмчики, крафт, как я уже говорил. Все довольно интересно и забавно. Что ж, дорогие друзья, пожалуй, на этом и все, что я хотел бы рассказать. Еще раз хочу поблагодарить вас за то, что смотрите меня. Ставьте лайки, подписывайтесь. Я это ценю, дорогие друзья. И всегда рад вам помочь, если у вас возникают какие-то вопросы. Для меня это очень и очень приятное хобби. Спасибо, что поддерживаете меня в нем. Что ж, дорогие друзья, с вами был Марс. До новых видео. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok